Иногда возникает желание использовать некоторые стандартные операторы языка Python именно в качестве функций. Например, мы бы хотели представить сумму, то есть наш обычный знак плюсика, в качестве функции, которая бы принимала два аргумента и возвращала бы их сумму. Для всего такого в языке Python есть библиотека Operator. Давайте импортируем нашу библиотеку Operator, назовем ее как-нибудь op, чтобы было просто покороче. И внутри данной библиотеки мы найдем функции add, допустим, она для сложения, для нашего обычного плюсика, mull, она, собственно, для произведения, и, допустим, contains, которая проверяет, входит ли наше значение 4 в список 1, 2, 3. Когда мы запустим данный код, то мы действительно увидим результаты данных операций. Увидим результат сложения, мы видим результат перемножения, и мы увидим, что четверка в действительности не входит в наш список 1, 2, 3. Однако, пожалуй, самыми интересными функциями в данной библиотеке являются itemGetter, который позволяет нам достать элемент какой-нибудь коллекции, и utterGetter, который позволяет нам достать атрибут у какого-нибудь объекта. Давайте сначала определим наш список x, сдержавающий 1, 2, 3, затем мы определим функцию f, используя для этого конструктор itemGetter. На конструкторе мы пока что передадим единичку. Конструктор itemGetter возвращает такую специальную функцию. Если внутри этой функции мы передадим x, то он вернет нам x первое. То есть, по сути, itemGetter реализовывает квадратные скобки и взятие какого-то элемента из какого-то множества. Тогда, когда мы исполним наш код, то когда мы вызовем f от x, то мы в действительности увидим двоечку, потому что она является нулевой, вот первый элемент нашего списка. Важно понимать, что в itemGetter мы на самом деле можем передать какую-нибудь строку и, допустим, делать это для словаря. Однако, в нашем случае, когда мы такое запустим, мы, конечно же, получим typeError, потому что индексация в нашем списке должна быть, конечно же, целыми числами. Однако, если вместо x мы, допустим, будем использовать словарь, в котором есть ключ 1, 2, 3, то на самом деле у нас все будет вполне хорошо. Конструктор AtterGetter ведет себя почти подобным образом, но он пытается взять атрибут у объекта. То есть, если бы мы использовали конструктор AtterGetter вот здесь функции f, и, допустим, мы передали имя sort, то он бы вернул такую специальную функцию f, в которую бы мы передавали объект x, и он бы возвращал атрибут sort нашего объекта x. Мы можем запустить нашу функцию f, например, от пустого списка, и убедиться в том, что у них действительно есть встроенный метод sort для объектов листа. Тогда давайте вернемся к нашему примеру с именами и фамилиями. Давайте попробуем отсортировать наш список по последнему элементу в каждом кортеже. То есть мы хотим отсортировать, на самом деле, наших персон по фамилии, и для этого мы можем использовать, конечно же, библиотеку Operator, и использовать ItemGetter-1, потому что, ну, когда мы используем минус первый элемент, то мы берем всегда последний элемент из кортежа или списка. Тогда, когда мы запустим данный метод sort, мы в действительности отсортируем наших персон по фамилии. Сначала у нас будет backus, затем у нас будет carry, а затем у нас будет rossum. Иногда для решения каких-то задач удобно использовать операторы именно в качестве функции, для того, чтобы передать их аргументом в какую-нибудь другую функцию. Если вы не хотите писать свою функцию сами, сначала идите и проверьте библиотеку Operator. Наверняка она уже там реализована. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова